Прошедшая неделя была чрезвычайно богата событиями, происшествиями и явлениями, в отличие от некоторых предыдущих. Даже трудно выбрать, с чего начать, но все-таки, пожалуй, начнем с пятого всемирного Курултая Башкир, который буквально вчера завершился в Уфе. Как, в общем-то, я и предполагал, мероприятие это превратилось в фарс и скандал, и это было совсем не случайно. Нужно немножко откатиться в недалекое прошлое, чтобы понять, что подобный исход этого мероприятия был неизбежен. Все мы помним, что с приходом Хабирова в республику началась некая перетурбация в администрации главы региона, что, собственно, закономерно и неизбежно, это безусловно. В том числе она коснулась и внутриполитического блока. Немалое удивление вызвало тогда назначение Урала Кельсинбаева на ключевую позицию именно в этот внутриполитический блок. Все, кто знали, кто такой Кельсинбаев, или хотя бы понимали, кто он такой, ну, как-то так прямо, скажем, недоумевали. Ну, почему он-то, боже мой. Ну, рядовой глава района Уфимского, я имею в виду района города Уфы, ну, мало чем выдающийся, кроме того, что он очень хорошо освоил вот эту вот беготню перед камерами и подметание без того чистого тротуара в парке Якутова. Ну, в общем, человек такой, заточенный на исключительную показуху, но при этом абсолютно никаким образом не причастен никаким внутриполитическим процессам, никаким там национальным вопросам и так далее. Единственное, что, ну, вот, национальностью вышел, что говорится. Мало кто знает, что именно Кельсинбаева буквально за руку в Белый дом привел господин Мурзагулов. Он его туда притащил и, в общем-то, засунул на эту должность, несмотря на возгласы и, как говорится, высказывания недоуменные, что это происходит, что это такое, кто это такой. Мурзагулов очень истерично реагировал на всякую критику в адрес вот этого решения, то есть он всячески утверждал, что вот именно Кельсинбаев. То есть ему там просто был нужен свой человек, дело было не в его профессиональной подготовке. И вот сейчас, когда случилось первое серьезное испытание на внутриполитической арене, вся конструкция дала о себе знать. Кроме вот этого Кельсинбаева, в Белом доме еще сидит господин Бодранов. Это вообще уникальная личность, так называемый беглый башкир, который, значит, практически все последние годы провел в Москве. Там возглавлял какую-то фейковую организацию студенты Башкортостана за территорией Башкирии, что-то такое, в общем, ну вот тоже глянулся. И, в общем, вот эта вся сладкая парочка, естественно, под негласным руководством господина Мурзагулова провалила пятый всемирный курултай башкир. Вообще, конечно, надо сказать, что сам по себе этот курултай не обязательно было проводить именно сейчас. Его вполне себе можно было провести в ноябре, в декабре и даже через год, потому что по уставу периодичность, в принципе, все еще соблюдалась. Но вот, как говорится, кому-то показалось надо. Ну ладно, надо так надо, проводите. И тут начались сложности. Оказывается, что ни Кельсинбаев, ни Бадранов, вот этот Барданов, в принципе, не контролируют ситуацию. Не то, чтобы не контролируют, они вообще не в курсе этой ситуации, что там, где происходит в полях и в районах. Не смогли никоим образом, значит, более-менее внятно сформировать вот эту группу, толпу, я не знаю, или общность делегатов на этот пятый всемирный курултай. И процесс пошел сам по себе. Собственно, как он и должен был на самом деле идти. И вот те делегаты, которые были заявлены на вот этот всемирный пятый курултай, оказались совсем не теми, которые представлялись вот этой вот компашке руководителей внутренней политики, пригодными для того мероприятия, которое они себе запланировали. Собственно, дальше, в общем-то, и начался крах. Началось с того, что, поняв, что в число делегатов пятого всемирного курултая Башкир попало некоторое количество людей, которые не будут молчать, не будут там плясать под дудку этих Кельсинбаевых, Мурзагуловых, Бодрановых, а скажут то, что думают, эти господа взяли в руки ручку и начали вычеркивать. Первым делом вычеркнули зарубежных делегатов, потому что бог его знает, чего эти засланцы НАТО выскажут там про вот эту башкирскую реальность и отношение свое к национальной политике. Дальше на очереди были почетные гости. Ко всеобщему возмущению, удивлению и растерянности вычеркнули потомков Ахмедзаки Валидзи, которые уже было собрались прилететь в Уфу из Стамбула и почтить своим присутствием высокое собрание башкирского народа. Ну, а дальше по мелочи. Начали вычеркивать уже всех тех, кто хоть сколько-нибудь что-нибудь мог вякнуть против. Я имею ввиду представителей всевозможных негласных и неподконтрольных сообществ в районах, я имею ввиду руководителей организации Башкорт, ну и далее там по списку. В общем, вычеркнули всех, кого смогли. Почти. И Курултай начался, и начался он сразу балаганом. Никому неизвестный до этого момента Эльмир Мухаммедьянов, официальный делегат Курултая, потребовал предоставить ему слово, которое ему было предварительно обещано. Ему в этом отказали. Начался шум, гам, перепалка. Какая-то отважная башкирская женщина встала и потребовала исполнения обязательств от председательствующего. Потом Эльмира Мухаммедьянова пригласили спуститься на сцену, и как только он туда спустился, сразу же его арестовала полиция. За него вступился файл Алчинов, случилась небольшая рукопашная схватка, и обоих полиция вывела из зала, причем полиции совершенно отчетливо, это видно на кадрах, дирижировал господин Бодранов. То есть он буквально давал указания полицейским, вот этого берите, этого не берите. В общем, выглядело это, конечно, все отвратительно. Полицейские, стесняясь камер, стали говорить, ну, мы вас хотим там на какую-то беседу, там куда-то пригласить. Несчастные задержанные пытались отказаться от беседы. Вообще-то, если полицейский хочет с тобой побеседовать, то ты не обязан с ним беседовать. Вообще, с посторонними мужчинами на улице небезопасно беседовать. Ну, в общем и целом, конечно, забрали этих двух героев в участок, где им неожиданно, ну, вернее, одному из них, Эльмиру Мухаммедьянову, предъявили обвинение в том, что, дескать, на него написали заявление в каком-то правонарушении, и теперь его, значит, там, вот это повезут в суд. Его повезли в суд, суд рассмотрел дело и выписал ему штраф в 500 рублей. Фаэльу Алчинову никакой ответственности не случилось. В общем-то, весь смысл всего этого был в том, чтобы вот на эти 3-4 часа нейтрализовать двух смутьянов, которые находились в зале. Собственно, в чем обвинили Эльмира Мухаммедьянова, оказывается, два активиста башкирского движения, и этих героев нужно знать в лицо. Что Айбулат Гебадуллин и Азамат Сербаев написали, не знаю уж кто из них, вместе они писали, или один держал бумажку, а другой ручку. Ну, в общем, написали они заявление на Эльмира Мухаммедьянова, и суть этого заявления в том, что когда-то, где-то, Эльмир Мухаммедьянов был подвергнут административной ответственности и не заплатил штраф. Вот представляете, какая гражданская ответственность, какая чуткость к исполнению закона у широкой башкирской общественности. Вот именно эти ребята, наверное, достойны сидеть в Курултае, Всемирном Республике Башкортостан и вообще всего земного шара, а не какие-то там Алчиновы или Мухаммедьяновы. В общем, конечно, вот этот Всемирный Пятый Курултай Башкир превратился в межгалактическую какую-то ересь, абсолютную ерунду. К сожалению, всем вот этим мы продемонстрировали всей России и, в общем-то, всему миру, потому что Курултай был Всемирный. Насколько мы не готовы вообще, Республика не готова к каким-то серьезным мероприятиям, насколько общественность не готова к какому-то, ну, по крайней мере, приличному поведению в общественном пространстве, насколько власти зажали и удерживают в каком-то этом мертвом борцовском хвате вот это общественное движение, ну, конечно же, вот это личное участие сотрудников администрации. Не забудем мы тоже, как высказался Ради Хабиров на предыдущей оперативке по поводу повестки Курултая вот этого Всемирного, которую, оказывается, написал господин Сидякин эту повестку. В общем, конечно, клоунада получилась, клоунада грустная, она четко иллюстрирует абсолютную импотенцию администрации Хабирова в части внутренней политики, внутриполитического блока. Я рассчитываю, что Хабиров, ну, всерьез подумает, оценит тех людей, которые у него занимаются этими вещами. Вот, не предвзято, не потому, что я об этом говорю, или не потому, что там еще какой-нибудь Рамиль Рахматов, которого сейчас повезли там на допрос в ФСБ, об этом говорит. Потому что действительно эти люди ни на что не годны вообще в его администрации. И это нужно признать, спокойно проанализировать, ну, и, как бы, подписать 2-3 распоряжения об увольнении. Пятый Всемирный, Курултай-Башкир. Мероприятие не то, чтобы не удалось, а провалилось. Подкрепить что-то этим мероприятиям не удалось. Я имею в виду ситуацию у Хабирова. Ослабить позицию можно. И самое главное, я делаю вывод, что Радий Фаритович за буквально 5-6 месяцев сделал то, на что, например, Хамитову понадобилось 5-6 лет, и то, что, например, Рахимову не удалось совсем. Я имею в виду то, что Хабиров испортил отношения с очень многочисленной и большой частью башкирского народа. Он отвратил от себя практически существенную часть башкирской молодежи. Он настроил против себя самую такую активную, если не сказать прогрессивную часть башкирской общественности. И оставил на своей стороне, как обычно, таких покорных, спокойных, но абсолютно ни на что не способных сторонников. Это вот такое болотце, оно, конечно же, привычно перетекло в сторону власти. А вот активную и импульсивную молодую часть башкирского народа Радий Фаритович вывел за скобки. Я полагаю, что это довольно опасное явление, на самом деле, как и с точки зрения внутренней политики, так и с точки зрения приближающихся выборов. Но время покажет. На самом деле, самым главным в событии с пятым всемирным крул-тайм башкир был не вот этот балаган и не вот это церковое представление, которое устроили Барданов, Кельсинбаев и Мурзагулов. Самым главным была реакция Хабирова на вот эти события. Как он среагировал, как их характеризовал и что сказал. В свойственной ему манере Хабиров среагировал практически мгновенно. Это, кстати, радует, потому что, например, Хамитов брал паузу иногда в несколько недель. К сожалению, реакция Хабирова не оставляет нам надежды на позитивную, либо хотя бы объективную оценку того, что случилось на этом крул-тайм. Хабиров среагировал резко, если не сказать жестко. Начал Хабиров с того, что он строго отчитал башкирский народ за то, что он совершенно не соответствует тем критериям прекрасного, которые выработал, видимо, Радий Фаритович за 10 долгих лет отсутствия в республике Башкортостан. Совсем не таким Радий Фаритович представляет себе родной башкирский народ, каким он предстал перед ним на пятом всемирном крул-тайм башкир. Радий Фаритович Хабиров выдал абсолютно понятный, предельно конкретный сценарий, рецепт, каким должен стать башкир, прекрасный настоящий башкир, в отличие от того жуткого уродливого явления, которое он увидел на пятом всемирном крул-тайм. Так вот, цитирую. Башкир должен быть умным, как Мустай Карим, статным, как Лейсан Утяшева, современным, как Элвин Грей и сильным, как боксер Венер Галиев. Вот настолько конкретный рецепт Радий Фаритович выдал башкирам. «Попробуй, не будь» называется, да? То есть он полностью перечислил весь список своих идеалов на данный момент и привязал их к несчастному, страшненькому, уродливому башкирскому народу, в его представлении, видимо, чтобы дать эти четыре опоры, чтобы башкирский народ превратился в прекрасного, современного, сильного, статного и умного. То есть представление Радия Фаритовича, я так понимаю, башкирский народ глуп, некрасив телом, абсолютно архаичен, видимо, не как Элвин Грей, но и слаб вопреки силе Венера Галиева. Но не будем фантазировать. Радий Фаритович также сообщил нам, что вот этот список качеств, которые он перечислил, вполне себе достижим, потому что, цитирую, для воспитания таких башкир в республике Башкортостан будут созданы рабочие места и подходящие условия труда. Ну, понятное дело, что вывод здесь простой. Именно труд сделает башкирский народ столь прекрасным, как планирует Сибир Адий Фаритович. И что-то мне это, черт побери, напоминает. Я бы не хотел проводить прямых аналогий, но давайте вспомним надпись, которая была сделана над воротами Освенцима. «Труд сделает свободным» и так далее, и так далее. В Советском Союзе тоже модно было привязывать труд и рабочее место к совершенствованию духа и тела. В общем, конечно, Радий Фаритович что-то такое очень страшненькое нам выдал по поводу того, что он организует специально предназначенные рабочие места для совершенствования несовершенных башкир. Осмелюсь предположить, что одним из этих вот замечательных рабочих мест или многих рабочих мест будет как раз те самые вакансии свинареи в Белебеевском районе, которые в скором времени будут предложены башкирам, и где они могут зарабатывать аж целые 15, а то и 17 тысяч рублей за месяц работы на свиноферме. Не знаю, что еще предложит Радий Фаритович башкирскому народу в качестве меры для исправления, но вот то, что он перечислил, то и перечислил. Кроме того, Хабиров заявил, что явление, которое он наблюдал на этом крутое, это что-то очень схожее с шовинизмом и расизмом. В общем, конечно, в выражениях он, честно говоря, не стеснялся. Он сказал, что он не допустит шовинизма и расизма со стороны башкирского народа. Ну и дальше там бла-бла-бла про все равны и все прекрасны. Еще одну замечательную вещь сообщил Радий Фаритович. Видимо, так сильно его завело вот это вот действие на Пятом Всемирном Курултае, что он сказал, что любой человек может быть башкиром, если этого хочет. Это фундаментальное заявление. Конечно, нужно запомнить. Вообще, Хабиров делает много фундаментальных и таких грандиозных заявлений практически постоянно, начиная с ноября месяца и до сегодняшнего дня. Он выдает вот эти вот перлы. Надо их коллекционировать, надо их уже переплетать, потому что многие из этих заявлений и обещаний уже подходят к исполнению. Но об этом мы поговорим чуть позже. От дел всемирных и глобальных перейдем к делам нашим мерзким, местным, региональным. Проблема обманутых дольщиков перестала обсуждаться правительством. Вот уже четыре недели подряд не проводится стройчас. Сейчас я так полагаю, что Радий Фаридович утратил интерес к этой проблеме, окончательно убедившись в том, что никаких дивидендов он с этого дела не получит к приближающимся выборам, а ситуация усугубляется. И потому решили просто не проводить стройчасы. Мне так кажется, потому что никаких объяснений со стороны правительства на этот счет не поступало. Тем не менее, проблема не рассосалась. На этой неделе мы собирались на Менделеево 128-1. Там ничего не движется, и сроки уже прошли очередные обещанные. Также завтра, в воскресенье, в Новобулгаково должны торжественно открыть один дом из обещанных трех. И тот дом будет запущен, в кавычках, без газа и некоторых других опций. На этом, собственно, все успехи нынешнего правительства и администрации Хабирова в этой области закончились, и потому, видимо, говорить не о чем. Хотя осталось огромное количество неразрешенных вопросов, собственно, их становится все больше и больше. Например, так и повисла в воздухе ситуация с Серебряным ручьем. Я надеюсь, что в ближайший понедельник застройщик и банки уже обойдутся без официальных мероприятий. То есть, коль скоро опять не проводится стройчас, ну, значит, они сами будут действовать дальше. Я надеюсь, что в понедельник прозвучат некие сообщения на эту тему. Я имею в виду Серебряный ручей. Потому что, собственно, там все готово, и вот все ждут и ждут, когда дорогой Ради Фаридович все-таки сподобится назначить этот стройчас, а он так его и не назначает. То есть, получается такая ситуация, что процесс пошел сам дальше, без участия Хабирова и его там вот этих вот потешных представителей-дольщиков, которые полностью уже свою работу провалили. К слову сказать, не только Камиль Бузыкаев отметился вот этой вот межнациональной ерундой и разжиганием розни, в самой команде Хабирова, в самом вот этом красногорском обозе зачастую проскакивают очень опасные высказывания. Вот на прошедшей неделе интернет обсуждал высказывание некой Дианы Вячеславны, которая позволила себе, на мой взгляд, совершенно ксенофобское высказывание в сети, такое оскорбительное, грязное. И все это команда Хабирова, вот эта Диана Вячеславна пользуется покровительством и дружественным отношением очень высокопоставленных членов команды Хабирова. Это не может не бросаться в глаза, это не может бросать тень на самого Хабирова. В общем, конечно, в самом королевстве что-то неладно с этими вот межнациональными отношениями. И вот, как следствие, конечно, вся история с Курултаем. На прошедшей неделе случился ужасный абсолютно случай с нашим Минздравом. Я говорю об этой истории со скорой помощью в Булгаково, когда человеку стало плохо, у человека, судя по всему, случился инсульт, и люди побежали к стоящей неподалеку скорой помощи. Постучавшись в дверь, люди беспокойно попросили медиков о помощи, человеку плохо, нужна экстренная помощь. На что то ли фельдшер, то ли врач, который сидел в этой скорой помощи, должность у него там на бэджике не была указана, но женщина была в белом халате, в грубой форме, отказала в медицинской помощи человеку, которому она была нужна. Это все было снято на видео, это все разлетелось по федеральным и региональным средствам массовой информации. Конечно, совершенно чудовищная история, особенно на фоне того, что буквально на этой неделе, в понедельник, господин Забелин отчитался о том, что скорая помощь Республике Башкортостан, несмотря на тяжелые потери в личном составе, отлично исполняет свою работу, полностью обеспечивает население Республики Башкортостан скорой помощью. Честно говоря, в приличном обществе министр после подобных заявлений его подчиненных, которые попадают в публичное пространство, подает в отставку. В Японии, наверное, делает харакири. В Башкирии ничего не произошло. Забелин отделался дежурными словами, ну мы тут разберемся, узнаем, что да как там, да-да-да. В общем, конечно, эта история четко иллюстрирует состояние здравоохранения в Республике Башкортостан. Гражданам не надо рассчитывать на помощь государства и скорой помощи, нужно обходиться собственными силами. И еще немножко новостей из интернета. На прошедшей неделе непрекаянная активистка, каковых становится у нас очень много в Республике Башкортостан, Диана Имам Гаязова в сети выложила историю о парке Кашкадан. Пытливая, настойчивая девушка Диана выяснила, что оказывается в парке Кашкадан, который ежегодно получает десятки миллионов рублей на свое совершенствование, случилась неприятность, а именно неисполнение утвержденного плана реконструкции, согласно которому должны были быть построены какие-то красивые деревянные настилы, видимо, очень недешевые. Смета была утверждена, но вместо настилов появилась просто заасфальтированная поверхность. Честно говоря, парк Кашкадан – это, конечно, черная дыра города Уфы. С одной стороны, это единственный парк в Сипаилово, куда могут сходить жители этого крупного микрорайона, который по населению своему приближается к населению города Стерель-Тамака. А с другой стороны, ежегодно гигантские абсолютно суммы пропадают в этом парке, неведомо куда. Ну, по отчетам все нормально. Заправляет этим парком уже много лет видный единоросс господин Дубницкий, который из года в год осваивает эти средства. На месте городской мэрии я бы, конечно, обратил пристальное внимание на деятельность этого парка. Там наверняка, я предполагаю, накопилось огромное количество поводов для серьезных разбирательств. И вот госпожа Имам Гаязова, конечно, спасибо ей за внимание и чуткость, она как раз выявила эту проблему и показала ее в интернете. Но этого, конечно, совсем недостаточно. И контрольно-счетная палата, и мэрия города Уфы, на мой взгляд, должны обратить внимание на ситуацию в этом парке, на расходование денег, на эффективность расходования этих денег. Повторюсь, средства на этот парк выделяются гигантские. И к новостям экономики. Хотя эти новости экономики совсем не новости экономики, но к экономике относятся. Вот такая скороговорка получилась. На прошедшей неделе случился некий отголосок вот этого инвест-сабантуя в Сибае с участием господина Сигала. Так вот, довольно известный деятель медиапространства в городе Уфе, Кирилл Кукош, счел необходимым пояснить, что, оказывается, администрация республики, города, ничего не платила господину Сигалу за приезд в этот город, на этот сабантуй. Напомню, что по прайсу господина Сигала один день его присутствия на мероприятии стоит от 70 до 100 тысяч долларов. И, судя по всему, что-нибудь около 200 тысяч долларов он все-таки получил за свое вот это присутствие. Так вот, Кирилл Кукош сообщил, что вовсе не администрация платила эти деньги, а платил некий инвестор. Вот тут меня, прямо скажем, бомбануло. Теперь у нас инвестиции в республике делаются так. Надо инвестировать не в предприятие, не в какую-то промышленную затею или торговое предприятие. Не надо ничего строить, не надо ничего копать. Надо инвестировать в избирательную кампанию будущего главы республики. Фактически, тот, кто заплатил Сигалу за приезд в Сибай, а я подозреваю, что это господин Назаров, вот этот плательщик и есть инвестор, который инвестирует в Раде Фаритовича. А потом, как всякий нормальный инвестор, судя по всему, намеревается отбить свои инвестиции. В общем, конечно, вот эта фраза господина Кукоша, блин, по-настоящему выявила сущность башкирских инвестиций. Не надо вкладываться в производство, надо вкладываться в чью-нибудь избирательную кампанию. Мы много раз в наших выпусках говорили о деле Галины Тушкановой, пенсионерке из Тоймазов, у которой местная администрация попыталась выкупить квартиру за полцены, дабы расселить дом. Галина Николаевна воспротивилась этому, пошла в суд. И вот этот суд длится, там судья оказался родственником кого-то из администрации заинтересованного, судью поменяли на прошлой неделе. И вот на этой неделе в этом деле наметился прорыв. Как ни странно, суд внезапно поменял свое отношение и начал становиться на сторону Галины Николаевны, что очень радует. На прошедшей неделе суд высказал мнение, что оценку стоимости, по которой администрация пытается выкупить эту квартиру, нужно пересмотреть. И, в общем, эта цифра, которая будет устраивать суд, судя по всему, начинает максимально приближаться к той, которую хочет получить Галина Николаевна. Напомню, что администрация пыталась выкупить это жилье за стоимость ниже той стоимости, которую сама же администрация получила на компенсацию для расселения. В общем, я очень надеюсь, что здравый смысл в Тоймазах начинает появляться, что суд, наконец, опомнился, что он идет на поводу администрации и отказался от этой затеи, и что у Галины Николаевны все будет хорошо. На прошедшей неделе стало известно, что Ростислав Мурзагулов избран в состав Общественной палаты Российской Федерации от Республики Башкортостан. Честно говоря, я порадовался, потому что пора бы уже ради Фаритовича начинать тихонечко избавляться от Мурзагула. Мы, пожалуй, понимаем, что Мурзагулов держит его крепко при помощи какого-то серьезного компромата, ну, иначе объяснить его пристрастие к Мурзагулову нельзя. И вот появилась надежда на то, что ради Фаритовича путем вот этих вот отступных и каких-то вот таких вот должностей немножко как-то отдалит Ростислава от Республики Башкортостан, да и самому ему уже здесь становится не очень комфортно на фоне тех дел, которые здесь уже натворили. В общем, будем надеяться, что Ростислав Равкатович мирно и тихонечко отдрейфует куда-нибудь в сторону Москвы, а может быть даже и куда-нибудь в сторону Парижа, чтобы оставить в покое несчастную республику Башкортостан. В минувшую неделю было немного новостей, связанных с выборами. Кандидаты, выдвинутые на пост главы Республики Башкортостан, собирают подписи для муниципального фильтра, и почти никто не вспоминал о выборах, до выборах в Горсовет, если бы не история с Лилией Чанышевой, которая, кстати говоря, собрала и сдала уже положенные ей 250 подписей в Центр Сберком. Напомню, что Чанышева баллотируется на место депутата Горсовета города Уфы. Так вот, на этой неделе у Чанышевой выявился двойник в списке кандидатов. Человек, женщина с фамилией Чанышева, тоже претендует на место депутата Городского совета. Я уже говорил в эфире «Эхо Москвы», что технология эта так стара и так примитивна, что меня, честно говоря, даже удивило, что вот ее, там вот эти политехнологи Хабирова, Сидякин это был или Мурзагулов, я не знаю, использовали в этот раз. Честно говоря, конечно, вызывает недоумение вот такой архаизм, надеясь, что Лилия сможет справиться с этой ситуацией, и будем надеяться, что в ближайшее время мы услышим решение Центризбиркома по поводу ее подписи, признают их действительными или нет, и допущена ли она до выборов в Горсовет. Буквально вчера мне стало известно, что один из наших сюжетов до глубины души оскорбил коллектив Башспирта, и вплоть до того, что они собираются подать на меня в суд, я бы хотел разъяснить, что, называя менеджмент Башспирта дурковатым и вороватым, я имел в виду, конечно же, предыдущий состав менеджмента, тот состав, который ушел вместе с Князевым, а вовсе не и нынешнюю команду Башспирта, так что спите спокойно, дорогие товарищи, варите спирт, разливайте водку на радость всем нам, не допустите, пожалуйста, развала вашего предприятия, его распродажи, ну, если уж сильно хочется, то можно и посудиться, я думаю, что будет весело. Мост через реку Белую. Ну, вообще, это уже превратилось в какую-то глобальную проблему города Уфы, которую решают, решают, решают и не могут решить. И вот в последнее время начались какие-то нехорошие такие истории. Постоянно переносится вот эта дата начала реконструкции, на 12 июня ее сначала назначили, потом перенесли, потом, значит, назначили ее на вчера и опять перенесли, причем уже при полном собрании всех журналистов, телеоператоров и прочей публики. Что происходит, я не понимаю. То ли что-то там с деньгами не так, то ли с гостями не так. Ну, в общем, конечно, Минтрансу, нашему Госконтрансу, надо бы немножко обратить внимание на форму организации мероприятий, оповещения СМИ и так далее. То есть то, что происходит, конечно, ни в какие ворота не лезет. Да и, в общем-то, мост нам тоже нужен. Минтрансу 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 Минтрансу